Жена захотела мужа и насыпала ему в сосиски порошок для поднятия потенции. Поставила их на плиту жарить, а сама лягла в кровать. Дорогой, что случилось? Да я 40 лет живу, но чтобы сосиски стоя жарились, еще не видел. В баре грустный мужик заказывает рюмку за рюмкой. В конце концов бармен не выдерживает и спрашивает, что случилось-то? Да блин, с женой поругался. Она обещала месяц со мной не разговаривать. Да уж, представляю, как тебе хреново. И не говори, сегодня последний день. Моня, помнишь, когда тебе было плохо, я сварила тебе суп? Нет, Рая, ты сначала сварила мне суп, а потом мне было плохо. Экзамен в ВУЗе. Входит преподаватель. Вопрос на 5. Как меня зовут? Молчание. Вопрос на 4. Что сдаем? Молчание. Вопрос на 3. Какого цвета учебник? Голос задней парты. Во валит, гад! Мой муж в перерыве между танковыми боями вдруг вспомнил, что женат. И прислал мне на страницу шикарный букет роз. Я, как заботливая супруга, отправила ему на страницу тарелку наваристого борща. Румяные котлеты, салатик. И на десерт главу из Камасутры. Не гоже ведь женатому мужику совсем без секса оставаться. Муж ссорится с женой. А у тебя сиськи маленькие. Жена. А у тебя? Начинает лихорадачно перебирать в уме. Так, член большой, зарплата огромная, эрудиция широкая, друзья умнейшие люди, лицо и фигура норм. В отчаянии. А у тебя с маленькими сиськами жена. Ливень стук в дверь. Мужик открывает, а там теща стоит. Он говорит ей. Что же вы, мама, в такую погоду на улице делаете? Идите домой. Ой, Сара. Приходили бандиты и забрали твои золотые кольца и серьги. Ой, Яша, так шо же ты им отдал? Так они меня утюг на пузо. Взад паяльник и подключили к току. И ты им сразу отдал? Так мне шо ждать, пока за свет квитанция придет?